Такой день на канале Мир Белогорья. Так сегодня эти музыканты-любители, которые уверенно заставят и нас влюбиться в их творчество. Здравствуйте. Предлагаю познакомиться мне и зрителям Дмитрия Медведева, Алла Фомкина и Алексея Нечекопорук. Нечопорук. Здравствуйте. Начнем с того, что вы принесли в студию. Смотрю, очень много инструментов сегодня у вас с собой. Что это за инструменты? Ну, Алла, давайте начнем с вас. Инструменты этнические, потому что направление у нас фольклорное, соответственно, инструменты этнические. А что за инструменты? Что за инструмент в ваших руках сейчас? Данный инструмент у меня в руках называется колесная лира. Это аналог средневекового древнерусского инструмента музыкального. Ну, естественно, это реконструкция, такая стилизованная уже. У нас в стране они не сохранились с начала века, и поэтому вот мастера, те редкие мастера, которые сейчас есть на территории СНГ и России, там их от силы 2-3 человека, вот они воспроизводят эти инструменты по историческим документам, схемам. То есть такие же, как и оригинальные, либо они вот отличаются. Они и оригинальные воспроизводят, и стилизуют, как вот данный инструмент. Вообще в оригинале колесной лиры значительно больше, крупнее, у них больше струн. Ну, по-разному, бывает по-разному. Ну, покрупнее, больше струн. У меня вот двухструночка такая, самый такой минимальный вариант. Походный вариант. Походный, да. Дмитрий, а вы что принесли сегодня в студию? Ну, здесь есть духовые инструменты, есть те, которые делаю сам, есть заводские у нас варианты. Те, которые делаете сам, то есть изготавливаете инструменты сами. Вот расскажите о инструменте, который вы сделали буквально 2 месяца назад, я знаю. И, наверное, зрители не могут сейчас его увидеть на столе, но могут услышать. Сыграете? Ну, да, речь идет о кахоне. Я делаю вот такие вот кахоны. Это вот перкуссионный инструмент народов Африки. А можете немножко поднять, чтобы зрители увидели? Это уникальный инструмент, который создают своими руками. По сути, чем он уникален? Тем, что он очень компактный и заменяет практически барабанную установку. А что именно заменяет барабанную установку? Ну, значит, здесь есть низкочастотный звук. А можно показать? Либо только когда он на полу, тогда можно звучание услышать. Нет, почему я могу здесь? А что вот этот звон создает? Там что-то есть внутри? Да, внутри есть такой секрет под названием пружина. Вот она туда монтируется, и за счет этого происходит такой вот обертон, который похож на рабочий барабан, который входит в состав барабанной установки. Очень интересно. А то, что рядом с вами лежит еще какой-то инструмент струнный? Ну, если говорить о моих инструментах, которые делал я сам. Ну, давайте о ваших сначала поговорим. Это тоже недавно вы сделали сами, да? Да, вот и подарил нашей солистке. Это калюки. Материалы использую для этого обыкновенную трубу полиэтиленовую. То есть, ну, пока что нет станка, пользуюсь вот такими вот подручными, значит, средствами. И сколько изготавливали? По времени. По времени, ну, где-то часа полтора уходит. Полтора часа? Да. Можно послушать, как звучит она? Да, конечно. А почему звучание у них разное? Вроде бы одинаково выглядят. А вот все зависит от длины самой трубки, которую мы задействуем. И от диаметра, наверное, больше, да? От диаметра, само собой, да. Но здесь в данном случае диаметр одинаковый. Здесь звук различен только из-за того, что разная длина у инструмента. Простите, не знаю, как инструмент это называется, но очень хочу узнать его историю. Потому что, мне кажется, это какой-то старинный инструмент. Видно то, что временем уже... Сам инструмент современный. Его мастер изготовил буквально лет восемь, наверное, назад. В общем-то, с этого инструмента началась вся моя любовь к этническому музыку. Это мастер Валерий Диченко. Вот он делает инструменты, этнически изготавливает. Это вот один из его первых инструментов. Называется цимбалы. По сути, на этом инструменте нужно играть с помощью молоточков. Но я играю без них. Мне очень нравится. Очень интересное звучание. Ну, по сути, можно использовать как гусли. Красота. Вот я смотрю, столько инструментов. Это нужно на каждом уме играть. Где-то научиться играть на таких уникальных инструментах. Где учились? Давайте Алексей с вами поговорим. Расскажите, где вы учились? Пару слов скажу. Где-то, наверное, общее у нас у всех. У нас нет музыкального образования. Мы все просто увлекаемся музыкой. У всех по-разному. Вот этот путь пришел к фольклорной музыке. Прелесть этнических инструментов в том, что они очень просты в освоении. То есть зачастую там не нужно даже нотно-грамотно владеть. Достаточно просто иметь немножечко чувство ритма, чтобы пела душа. В общем-то, на этой почве мы и сошлись. Ну, если говорить конкретно про ретнику и фольклор, который у нас в творчестве звучит. То есть изначально я, например, вообще к русской народной музыке был абсолютно холоден. Я занимался диджейингом, увлекался электронной музыкой. И почему вы-то выбрали фолк? Да. Почему фолк вот? Потом потихонечку как-то какую-то этнику начал слушать. Иностранную, африканские какие-то ритмы. И еще что-то твинское, допустим, мне пение очень понравилось. И потом внезапно я услышал аутентичный славянский фольклор. Оказывается, мы его никогда-то толком и не слышали. Его нет ни в эфире, ни по радио, ни по телевидению. Ну, есть какие-то более современные там. Катюша, Березка, и больше никто ничего не знает. А вот аутентичные именно песни из глубокой истории, они обладают очень интересной такой духом таким, интересной мелодией. Нет, не на телевидении, а на радио. Теперь есть его и на телевидении, и на радио. Скажите, Алла, Дмитрий, а вы почему вот решили связать свою творческую жизнь с фолком? Потянуло. Наверное, вот как Дмитрий говорит, на генетическом уровне, да, какой-то код сработал генетически и захотелось просто. Вот захотелось, стали заниматься. Для нас это вообще такое, вот это занятие имеет терапевтическое значение. То есть после там рабочей недели или рабочего дня, вот у кого какое хобби, кто-то идет в зал там, кто-то спортивный, кто-то еще чем-то занимается. А мы вот собираемся и занимаемся музыкой, песни поем народные. Нам это нравится. Дмитрий? Ну, все произошло в одночасье. С того самого инструмента? Все верно? Или еще раньше? С инструмента, наверное, началась моя именно игра, то есть воспроизведение. А любовь к фолку? А любовь к фолку началась в один момент, когда я обыкновенную песню, которую привык слышать за столом, я запел ее совершенно другим каким-то голосом. Вот, наверное, каким-то внутренним, который во мне как бы все время сидел. Вот, ну, получилось воспроизвести его вот именно в этот момент. И, собственно, я был поражен и с этого момента стал заниматься вокалом. А можете воспроизвести, что это была за песня? Ой, это был «Ой, то не вечер». А мы сейчас сможем симпровизировать? «Ой, то не вечер». Да, в общем-то, сможем. А давайте попробуем. Импровизируй. На чем будете импровизировать? Да, можно нотку просто взять. Вот, сейчас. «Ой, то не вечер, то не вечер, Ой, мне малы-мало спалось, Мне малы-мало спалось, Ой, да вас не привиделось, Мне малы-мало спалось, Ой, да вас не привиделось». То есть звучание помогает настроиться. Не обязательно должно фоном быть, да? Звучание инструмента, настройка, песня. Да, собственно, это происходит вот такой в общей настройке. Вы правы? На самом деле, мы сейчас просто на передаче у вас в гостях, поэтому так серьезно нотку там. А так, в общем, можно и попроще начинать. Наша коллега с вами работала, когда вы репетировали, и сняла спецрепортаж для радио. Предлагаю его посмотреть. Давайте посмотрим. Участники белгородского коллектива «Наречие» репетируют в небольшой квартире. Соседи не жалуются, наоборот, благодарят за хорошую музыку. Сегодня к ним в гости пришла ведущая радио «Мира Белогория» Татьяна Лот. Героев нового выпуска своей программы «Специальный репортаж» она нашла во время съемок. Я была на открытии выставки «Резцом и кистью». Там свои работы великолепные, изумительные, представляли наши мастера, долгородские. Ну и ребята там были просто замечательным украшением. Они создавали такую, как раз таки, аутентичную атмосферу. И я поняла, что следующие герои моего специального репортажа будут именно они. Тонкости звучания. Над этим практически ежедневно работают музыканты. Звуки – самое главное для записи радиорепортажа. Радиожурналист, конечно, он обладает меньшими способами выразительными. Как рассказать о том человеке или о целом коллективе. Никто его не видит, зато все слышат. И поэтому главная задача у меня наловить больше вот этих своим микрофонов, моим волшебным другом и помощником, наловить как можно больше различных звуков. Чтобы как раз таки в репортаже каждый, тот, кто слушает его, как будто бы присутствовал, как будто бы бывал там. Эффект присутствия, я вот именно над ним и работаю. Коллектив «Наречия» существует около двух лет. И хотя ни у одного из участников нет профессионального образования, главное, что есть – это любовь к музыке. Когда я услышал настоящий, значит, славянский коренной фольклор, я просто обомлел. Он на меня произвел огромное впечатление. Мы берем какую-то народную песню, и если она нам нравится, мы начинаем ее распевать и потом подключать разные инструменты. Как традиционные, так и какие-то интересные, этнические, заморские, всякие разные или электронные аранжировки. В общем, пробуем. Какие необычные инструменты используют музыканты и где можно услышать коллектив в ближайшее время, вы узнаете, настроившись на волну радио Мира Белогорья. Я немного оговорилась перед тем, как перешли к сюжету. Радиоэфир мы сегодня послушаем с вами в 18.30 и в 20.30. Это мы увидели кухню, да, как снимаются сами спецрепортажи, как работал наш журналист. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, кроме музыки? Я слышала просто, что кто-то из вас айтишник, кто-то из вас строитель, педагоги. Угадайте, кто же есть. Чем вы занимаетесь по ее музыке? Я руководитель веб-студии. Мы занимаемся разработкой интернет-магазинов главным образом. То есть у меня есть компания, я в ней руководитель. В общем-то, можно про это долго рассказывать, но мы сегодня не об этом. Ни с чем не создано. А вы, Алла, чем занимаетесь? Ну, на данный момент образование у меня вообще гуманитарное. Да, с таким педагогическим уклоном. На данный момент я занимаюсь сейчас с детками, не так давно начала заниматься с детьми с расстройствами аутического спектра музыкальной терапии. А используете свои инструменты музыкальной терапии? Конечно, безусловно. А как это происходит? Какие инструменты? Буквально немного. Инструменты, подходящие под данную ситуацию в конкретном случае. А сейчас у меня появилась недавно, буквально с Нового года, такая возможность встречаться с такими ребятами на базе реабилитационного центра «Синяя птица». И с ними сотрудничаем. Дмитрий, методом исключения вы строитель. Ну, основной заработок, наверное, да, это все-таки строительство. Но в данный момент я еще пытаюсь открыть... Гончарную школу? Гончарную школу в городе Валуйки, да. На базе ЦКР. И, в общем-то, думаю, в ближайшее время это все получится. Буду преподавать. Прекрасно. Замечательное занятие, замечательное увлечение. Перейдем снова к музыке. Смотрели репортаж сейчас, увидела. Играете на всем. И кувшины, какие-то у вас руках. Сколько у вас вообще инструментов? Ну, порядка 15, наверное, если так, на вскидку. 15 инструментов есть, да. А кувшин сейчас мы увидели. Это как вы играете на нем? Это что-то наподобие бокалов, может быть, как играет? Нет, это действительно кувшин с дырочкой в правом боку. Ну, это тоже перкуссионный инструмент, который, когда на нем играешь, с помощью удара в это боковое отверстие появляется такой булькающий звук, такой песочный немножко. И еще один инструмент, очень простой, я его не заметила изначально на столе, но Алексей говорит, а вы знаете, что вот это у нас? Вот у нас есть трубка на столе, покажите нам ее и расскажите, что это? Это строительная трубка. Вот расскажите, что это? Это тоже инструмент. Это обычная гофрированная трубка, шланг, который можно купить в любом хозяйственном магазине и в музыкальных импровизациях, и даже в конкретных композициях, концертной версии. Этот инструмент участвует в процессе. Лайфхак, расскажите, как из обычной трубки сделать инструмент? Это гофрированная трубка, и там создаются завихрения, которые, собственно, издают звук. Это принцип почти как у обертонной флейты, калюки. Я могу продемонстрировать, как это звучит. Да, конечно. Пожалуйста. Прекрасно. А скажите, а где вы ищете материал? Имеется в виду, пишете ли вы сами песни? Вот я имею в виду композиции. Какие-то, может, сами композиции придумываете, либо где-то композиции берете тоже историю. Я понял ваш вопрос. Мы делаем свои музыкальные версии, а основой является оригинальный славянский фольклор. Вот я думаю, что об этом мало расскажет подробнее. Она фольклором занималась еще до группы Наречия. Ну, у нас в Наречии авторские песни тоже появляются благодаря Диме, потому что он пишет иногда вот в таком духе этническом. А вообще мы берем уже готовый материал, аутентичный фольклор, аранжируем его. Ну, существует же множество серьезных таких маститых коллективов, которые занимаются этим направлением музыкальным. У них часто заимствуем тот же ансамбль «Воля» или Сергей Старостин. Вот послушали, ага, ну, то есть так как вещь-то она общая, да, фольклорная, но все равно услышали благодаря им, взяли, что-то свое сделали. То есть вот так происходит. Записи каких-то фестивалей бывают, смотрим. Сами бы с удовольствием поездили по таким фестивалям. Скажите, может, что-то авторское сыграем сейчас с вами? Или что-то другое приготовили к нам? Ну, в общем, сыграем, споем. Смотря сколько у нас времени эфирного осталось. Мы хотели сыграть вот фрагмент как раз одной песенки, которая родом из Белгородской области. Из Белгородской? Да, при этом она очень динамичная и драйвовая, что ее грех не показать. Ну, так прекрасно, давайте покажем. А я могу вам чем-то помочь? Да, вы можете подыграть вот на шейкере. Шейкер взять? Вот примерно таким образом попробуйте. Думаю, у меня получится. Давайте. Не вы начинаете. Сейчас мы пойдем расспоемся на полчаса. Теперь я в группе наречия тоже. Начинаю. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Замечательное завершение разговора. Спасибо вам большое. Я поняла то, что фолком может заниматься каждый. Спасибо большое, что были с нами сегодня в студии. Спасибо вам. Очень приятно было пообщаться. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А мы напоминаем то, что специальный репортаж Татьяны Лот о группе наречия в эфире сегодня в 18.30 и 20.30. И завтра в среду, 28 февраля, в 7 часов утра. Героями радиорепортажей Татьяны Лот становятся самые разные люди. Главное быть интересными и заниматься полезным делом. Специальные репортажи выходят в ежедневном режиме на радио «Мира Белогорья». О людях, о событиях, о явлениях. Премьера каждый день в 18.30 и в 20.30. Настраивайтесь на нашу волну. С вами была Екатерина Ковалева. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok